Мальцева Ольга Анатольевна 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 количество граждан, обратившихся за аналогичный период 2013 года. То есть те, кто хотел уже получить, они уже получили, да? Да, если говорить о цифрах, то за 2013 год управлением выдано более 75 тысяч заграничных паспортов, из них более 56 заграничных паспортов нового поколения. За истекший период 2013-2014 года управлением выдано более 14 тысяч заграничных паспортов, из них более 12 тысяч заграничных паспортов, содержащих электронный носитель информации. Вы как специалист, какой вид документа лучше оформлять? Что вы порекомендуете, старого образца или нового? За гражданином Российской Федерации осталось право выбора. Оформлять паспорт заграничный старого образца сроком действия на 5 лет, либо заграничный паспорт с электронной носительной информацией. Но мы все-таки рекомендуем оформлять паспорт нового поколения с электронной носительной информацией. То есть биометрический? Биометрический, совершенно верно. Такие паспорта удовлетворяют всем требованиям международных стандартов, существенно упрощают получение и оформление виз для граждан Российской Федерации. И главное преимущество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах пропуска во многих странах установлены специально исчитывающие данные о владельце с микрочипа, что существенно сокращает сроки прохождения государственной границы. Ну и естественно такой паспорт более технически защищен и практически исключает возможность незаконного использования такого паспорта. А на сколько он выдается биометрически? Он выдается сроком действия на 10 лет. Тоже на 10 лет получается. А какие там данные заложены? Это об щатке пальцев, клетчатка глаза? Потому что в некоторых странах, я знаю, именно фотографируют. На сегодняшней неделе электронный носитель информации содержит установочные данные о владельце и его фотографии. С 1 января 2015 года Федеральная миграционная служба приступит к оформлению заграничного паспорта с электронным носителем информации, который будет содержать также сканированные папиллярные узоры указательных пальцев рук. А не произойдет того, что они вытеснят когда-нибудь биометрические паспорта обычные? Или уже к этому идет, да? Мы будем оформлять два вида. Содержащие сканированные папиллярные узоры и без наличия таковых. Это будет зависеть от воли изъявления гражданина, который будет оформлено из паспорта. На сегодняшний день осуществляется техническая и программная оснащенность наших подразделений. С января мы уже приступим. Оренбуржцы получают такие паспорта биометрические? Были такие уже случаи? Достаточно активно, да? Активно получают. Но пока без папиллярных узоров пальцев рук. Пока без. Ясно. Ольга Анатольевна, а почему иногда возникают очереди? То есть, вот такие вот вещи? То есть, нехватка может быть каких-нибудь этих... Бывают же такие случаи. Все-таки ажиотаж какой-то присутствует периодически. Не получится так, что в мае люди пойдут активно за паспортами? Ну, как я уже сказала, что мы мониторим ситуацию и количество граждан, обратившихся на сегодняшний день, соответствует. Конечно, ежегодно мы наблюдаем увеличение обращений граждан именно где-то с начала мая по сентябрь. Это связано с отпусками. Тем не менее, мы регулярно информируем граждан, жителей Оренбургской области, рекомендуем оформлять паспорт именно за благовременно. Вот за сколько лучше? Чтобы избежать. Но если вы планируете отдых свой летом, то лучше, конечно, всего оформить сграничный паспорт зимой. Без траты большого количества времени, без... Ну, срок месяца где-то, да, получается? Срок оформления месяц, да. То есть, чтобы не было так, люди купили путевку, да, и уже мы хотим, чтобы у нас был заграничный паспорт. Такое вообще можно быть? Есть такая ускоренная процедура? Нет. Такого нет, да? Нет. Нет. К сожалению, такие случаи, они встречаются, что граждане сначала покупают горящую путевку, а потом спохватываются, что у них нет заграничного паспорта и бегут. Это не является как бы уважительной причиной, причиной сокращения сроков оформления паспорта. Вот сейчас главные новости, наверное, на всех каналах – это Украина. И вот различные слухи ходят, объявляют, что будет чуть ли не визовый режим. Вот как вы, есть ли у вас какие-то ЦО от вашего руководства, там, из Москвы и так далее, с федерального центра по этому поводу? Как себя вести? Ну, я хочу заметить, что выдача виз находится за пределами нашей компетенции. В конечном итоге порядок оформления виз для россиян определяет иностранное государство. В январе 2015-2014 года управлением Федеральной миграционной службы была развернута большая информационная кампания в средствах массовой информации, где мы предупреждали граждан, жителей области, которые планируют в ближайшее время поездки в такие страны, как Украина, Таджикистан и Кыргызстан, о том, что с 1 января 2015 года въезды в данные страны будут осуществляться только по заграничным паспортам. Это об этом мы предупреждали заранее. Но, что касаемо всего остального, ситуация меняется, поэтому поспешных выводов давайте делать не будем. Сейчас активно муссируется такая тема, что граждане Украины, которые сейчас находятся на территории Российской Федерации, они могут обращаться, если у них подверглись каким-то гонениям, что или они беженцы, по различным мотивам, они могут обращаться в государственные структуры Российской Федерации, чтобы была возможность получить либо временное гражданство, либо временную прописку, либо вообще гражданство Российской Федерации. Такие тонкости вы, наверное, можете сейчас объяснить. На этот счет, что вы можете сказать, у вас были такие случаи, обращались к вам? Во-первых, для Оренбургской области эти вопросы не настолько актуальны, поскольку Оренбургская область в силу географического положения удалена от Украины. И резкого потока прибытия граждан Украины мы не прогнозируем и не наблюдаем. На сегодняшний день доля иностранных граждан, в общем потоке прибывших иностранных граждан на территории Оренбургской области, доля граждан Украины колеблется в пределах 2%. Мы предполагаем, что с заявлениями о приобретении гражданства в основном будут обращаться граждане Украины, которые уже длительное время находятся на территории Оренбургской области и прибыли задолго до событий. И тут только в том случае, если будет упрощен порядок оформления гражданства Российской области. Сейчас законы об этом вроде говорят, что будут уносить. На сегодняшний день такой порядок пока не существует. Он находится на рассмотрении. Как только информацию мы официальную получим, мы ее доведем до граждан. А вообще как вы относитесь к тому, что граждане других стран могут получить попрощенные схемы гражданства? Это вообще реально сделать чисто физически, скажем так, в тех условиях, в которых сейчас находятся миграционные службы? Или здесь нужны какие-то преобразования будут? На сегодняшний день существует несколько порядков приобретения гражданства Российской Федерации для граждан различных государств. Для нас актуально это Казахстан, Средняя Азия, то есть для Оренбургской области. С Казахстаном, Кыргызстаном, Белоруссией граждане Украины пока приобретают гражданство в общем порядке после получения вида нажительства и при соблюдении определенных условий. Напомню, что гостем студии была заместитель начальника управления Федеральной миграционной службы по Оренбургской области Мальцева Ольга Анатольевна. Всего вам самого доброго. До свидания. До свидания.